один-два раз еще раз о неумолимой логике последовательности слоев масляной живописи максимально разнообразные отражения света а значит и максимально сложные цветовые эффекты напрямую связаны с технико-технологическим подходом в живописи мы уже разбирали два основных метода многослойный и а-ля прима ну можно еще говорить алла прима кто-то пугачёву сразу вспоминает а у меня была бабушка алла которая курила приму через мундштук так вот этот метод а-ля прима кажется быстрым хорош для этюдов считается живописью один прием но это довольно условно имеется в виду что какой-то фрагмент от белого грунта до почти готового изображения делается за один сеанс при этом можно вести и большую работу просто поделив ее на фрагменты метод напрасно считается простым он требует сноровки концентрации опыта при правильной как мы говорим технологичной а-ля приме когда тени прозрачные а света плотные когда верно подбираются разбавители можно добиться не только свечение грунта цветной приматуры ну и добиться игры быстро сохнущего подмалевка но подмалевок это уже вроде как многослойная живопись и вот тут уж действительно можно вытащить на свет все возможности масляной живописи как техники что досталось нам от старых мастеров да и новаторов 20 века тоже многослойный метод кажется более громоздким и долгим но это не всегда верно на самом деле он даже может считаться более простым и доступным в обучении поскольку четко делит проблему на части в монохромной прописи нижним слоем и решаем проблемы рисунка и тона если используется цветной подмалевок задаются основные цветовые отношения контрастная подложка предлагает инвертирование основной цветовой гармонии ну а если используется мертвый слой итальянского метода по темной приматуре ну там тоже важен рисунок тон и это скорее своего рода изолирующий слой подкладка для цветов позволяющие работать цветом в дальнейшем в основном живописном слое как раз решаются проблемы цвета и холодных оттенков на повороте формы и в завершающих тонких лисировочных слоях корректируется цвет касание объектов проводится обобщение повышается или гасится цвет отдельных участков уточняется если нужно локальный цвет предмета на самом деле деление на итальянские голландские фламандские метод условно и говорит всего лишь о характере этого сложного пирога ну или сэндвича или слоеного салата где контрастные слои выглядят красиво празднично когда салат выкладывается с помощью сервировочного кольца или подается просто в стеклянной посуде еще не ели а уже вкусно ну и представьте селедку под шубой активно замешать в миске по меньшей мере некрасиво и мало аппетитно на вид одиозное заявление о том что голландская живопись со временем становится лучше а итальянское хуже не лишено смысла имеется в виду что масляные краски становятся более прозрачными и в случае голландского метода светлый грунт монохромная пропись основной слой лисировки да тут живопись может даже стать ярче сочнее глухие ранее краски становятся как цветные стекла свет проникает сквозь этот пирог и возвращает нам в глаз эффект витража при этом на картине в полной мере реализован принцип последовательности тепло холодности и плотности прозрачности плотный белый или светло-серый холодный грунт далее теплая прозрачная пропись далее плотная относительно холодная живопись особенно на светах в тенях но особенно в полутонах используются полупрозрачные прописки но уже с легким добавлением белил так называемые мутные среды ну и лисировки соответственно прозрачные теплые то есть плотный прозрачный плотный прозрачный холодный теплый холодный теплый корж крем корж крем да в итальянском методе используется темный грунт теплого оттенка ну или имприматура далее идет мертвый слой в целом слой холодный но плотные белила на свету представляются чуть более теплыми а в полутонах при утоншении слоя вот снова эффект мутных сред выглядят совсем холодными это кстати происходит со всеми даже с теплыми красками охра поверх светлого грунта выглядит ярче сочнее теплее при разбавлении утоншение а вот поверх темного грунта на свету она еще теплая а при разбавлении до полупрозрачного состояния кажется намного более холодной из-под нее светится темный теплый красно-коричневый грунт то есть в мутных средах происходит оптическое смешение и разбеленная краска приобретает оттенок противоположной подложки и тут тоже красиво работает плотная прозрачная теплая холодная далее в итальянском методе поверх мертвого следует теплый слой подкрашивающий изображение снова прозрачный по плотному теплый по холодному эти слои в пироге они не просто так проблема в том что увеличивающиеся со временем прозрачность красок делает такие картины но если не в целом темнее то во всяком случае грубее контрастнее полутона исчезают что произошло с некоторыми картинами итальянских и испанских мастеров некоторые слои перестают работать мы получаем пирог где коржи не пропитались суховаты но этот пирог может выглядеть и иначе так при исследовании картин голландских художников 17 века можно встретить использование красно-коричневых грунтов и светло-серого подмалевка серых грунтов с коричневым подмалевком и даже двухслойных грунтов светло-серая имприматура поверх красно-коричневого грунта и далее какой-то смешанный подмалевок монохромный но с введением цветных акцентов например однако идея плотный прозрачный теплый холодный так или иначе реализуется просто каждый последующий слой логичным образом контрастирует с предыдущим при этом возможности светлых грунтов кажутся шире существует и подход встречающийся у рубинса он голландец фламандец путешествовал в италию копировал итальянцев в какой-то степени смешал голландский и итальянский метод на белый грунт после нанесения линейного рисунка наносится полупрозрачная имприматура с несглаженным мазком какого-нибудь теплого рыжего оливкового оттенка она покрывает весь холст этот полупрозрачный слой позволяет двигаться в следующем слое в разные стороны света прописать плотно и относительно холодно где полутона переходя в этот полупрозрачный слой опять мутные среды будут выглядеть особенно холодными тени при этом можно усилить теплыми оттенками безбелильно то есть снова холодный по теплому теплый по холодному плотный по прозрачному прозрачный по плотному но все более тонко по частям два пирожных на тарелке на светах белило основного слоя они более холодные и более плотные по сравнению с полупрозрачной имприматурой а в тенях наоборот тени более прозрачный и более теплый по сравнению с имприматурой. Кстати, это изменение теплохолодности от слоя к слою автоматически создает сложные цветовые сочетания, выдавая вариант оптического смешения. И при этом художнику проще подбирать цвет, не педалируя его, а ориентируясь на близлежащие зоны и на контраст с нижележащим слоем. В свою очередь, изменение плотности слоев, плотный-прозрачный, плотный-прозрачный, помимо очевидного визуального эффекта, обеспечивает лучшую адгезию, связь слоев. Самое сложное – это как раз писать плотное по плотному высохшему слою. Вот тут без межслойных обработок не обойтись, да и все равно получается некая бессмысленность перекрашивания одного слоя другим. Так что все надо делать логично, взвешенно, артистично, то есть достигать максимального эффекта минимальными средствами. Булка, ну или там поджаренный тост, масло, икра. И не надо лепить туда огурец, оливки, зелень, яйцо. И уж, конечно, не надо засовывать это в блендер. Ну, как-то так.